На выставке World Food 2022 только что закончилась сессия, и рядом с нами один из ее участников Никита Трофимов. Здравствуйте! Да, здравствуйте! Никита Трофимов, пожалуйста, представьтесь и расскажите, в какой роли вы участвовали в данной сессии. Я являюсь вице-президентом Федерации рестораторов-отельеров, и сегодня на сессии World Food являлся представителем непосредственно от сообщества, нашего профессионального отраслевого сообщества, которое работает и создает непосредственно индустрию гостеприимства. И сессия сегодня была посвящена, в принципе, какие предпосылки складываются на сегодняшний день к экономические, регуляторные предпосылки, либо связанные предпосылки бизнес-моделей для индустрии гостеприимства, какие барьеры у нас существуют сами по себе для индустрии, что видят собственники бизнеса, как видят изменения своих бизнес-моделей, каналов, логистических каких-то, каналов продаж, ну и других каких-то элементов, которые, конечно, касаются бизнесменов. Ну и мы, как Федерация, на сегодняшний день занимаемся, в принципе, взаимодействием непосредственно с регионом. У нас есть некая аналитика и сборка информации, как формируется сообщество, как сообщество реагирует на сегодняшние изменения в экономике, в глобальных рынках, в экспортных рынках, в локальных рынках. Мы смотрим, наблюдаем, ведем дискуссии в регионах, непосредственно в городах и видим, каким образом индустрия гостеприимства имеет какие тренды своего развития, как она видоизменяется в городах и каким образом локальные рынки могли бы взаимодействовать на сегодняшний день, либо с международными оставаться в прежнем состоянии, либо точно нужно видоизменяться. Ну и вот, в принципе, этому была посвящена вся дискуссия. Ну, там несколько тезисов, которые мы, как Федерация, видим, необходимо поддерживать. Сессия называлась общепитом, именно изменения в общепит. Мы все-таки придерживаемся того мнения, что нужно подходить к изменению понятий и говорить в целом об индустрии гостеприимства и, в частности, о питании вне дома, потому что на сегодняшний день отраслевой подход, он все-таки изменяет свои. Элементы, и у нас в большей своей части выглядит, ну, формируются так называемые подходы межотраслевые. Ну, иначе в мировом, как бы, если мы говорим про мировые рынки, так называемый секторальный подход, подход сектора, когда собираются несколько видов деятельности, то есть внутри которых существуют бизнесы, эти бизнес-модели и продукты. Вот, и изменение самого по себе понятия, применение широкого понятия, там, индустрии гостеприимства, питания вне дома позволяет более четко увидеть продуктовые линейки, позволяет более четко увидеть конкурентов, позволяет более четко посмотреть компетентностные модели, которые позволяют быть нам конкурентоспособны как на локальных, так и на внешних рынках. Ну, и вот в этом сегодня шло обсуждение с различными компаниями, которые находятся в этой цепочке. Второй, конечно, акцент был сделан на человеческий капитал, формирование человеческого капитала в индустрии гостеприимства. И те образовательные программы, которые сегодня есть, большие программы, которые сегодня формируются в индустрии и разными институтами, как образовательными институтами, так и институтами развития бизнеса, различными фондами. Большую работу ведет банковский сектор в это направление, который кредитует компании, кредитует города целые. То, конечно, не обращать внимания кем, каким собственникам, либо исполнительными органами, либо экспертным сообществом, либо людьми, которые непосредственно делают руками, создают уже продукт, открывают рестораны, открывают какие-то компании, связанные уже в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые, скажем, формируют на себе точку прибыли. Мы смотрели, какие виды деятельности должны в эту индустрию заходить и какие компетенции там востребованы. То есть какие компетенции наиболее конкурентно способны, на что нужно обращать внимание. Ну и была вот дискуссия на предмет, конечно, формирования человеческого капитала. То есть в компаниях формирование команд, которые должны создаваться, в компаниях как команд собственников, так и команд непосредственно людей, которые реализовывают продукты, создают стартапы, у которых есть идеи, что это за команды и как они двигаются. Коснулись вопросов регуляторной политики. И вообще формирование регуляторной политики дискуссия достаточно была жаркая. Но мы со своей стороны придерживаемся мнения, где необходимо более прозрачно и четко формулировать тезисы относительно взаимодействия с государством. Государство на сегодняшний день делает очень большой шаг в сторону коммуникации, взаимодействия, выстраивания диалога для того, чтобы бизнес на три территории существовал, развивался и двигался. Важно бизнесу также научиться понимать. И необходима правовая грамотность на сегодняшний день, даже формулирование тезисов. И мы сегодня обсуждали, что государство и рынки не являются альтернативами друг другу. Они являются некими взаимообусловливающими институтами, где государство играет очень важную роль в составлении и создании рынков. Точно так же, как и рынки со своей стороны в виде компаний играют роль внутри государства в рамках системы разделения труда. Конечно, отсюда же вытекали вопросы занятости, формирования занятости, структуры занятости, территории. И каким образом эта структура влияет на сегодня на развитие городов, развитие территории. Мы рассмотрели те крупные проекты, которые сегодня в стране создаются, поддерживаются как государством, так и крупным бизнесом, мелким, средним бизнесом. Такие проекты, которые такие, как, например, Лаганаки в Адыгеи, проекты, которые связаны с Архиз, проекты, которые там Таганрог сегодня реализовывает. Вообще, в принципе, юг, как Россия рассматривает для себя развитие. Дальний Восток, каким образом формирует для себя Урал, каким образом Мурманская область создает целые там уникальные проекты, связанные с национальными парками, уникальной природы. И формирование там, где не только добавленные стоимости формируются в горнолыжных курортах, а именно в структурах национальных парков. И, конечно, место питания, питание вне дома, по всей цепочке, непосредственно на таких объектах должно, ну, как бы занимать определенную долю вот такими командами, которые я говорил выше, и с набором компетенций, который был необходим, чтобы бизнес-модели были действительно конкурентны на мировых рынках. Потому что, когда мы говорим про гостеприимство, то мы говорим про гостя. Когда мы говорим про гостя на крупных проектах, это гость точно за пределами города и территории, в которой этот проект создается, это не локальный гость. И второе, как бы это гость за пределами страны. Гость, который находится за пределами страны, он имеет свою культурную особенность, он имеет свою экономическую особенность. И понимать, как работать с таким гостем, при этом как сформировать партнерские отношения с этими странами, где проживают гости, либо с территориями, где проживают гости. Это требует, конечно, абсолютно нового набора компетенций, и абсолютно новых подходов к созданию стартапов, либо созданию бизнеса. И мой тезис звучал в том, что необходимо вкладываться, инвестироваться сегодня в человеческий капитал. И с человеческим капиталом, в индустрии гостеприимства, в этом можно формировать вот эти команды, которые абсолютно могут создавать уникальные проекты внутри бизнеса. Никита, подскажите, вот цели сегодняшней сессии, они были достигнуты в полной мере? Или это все-таки в перспективе в долгой, в длительной? Ну, я так думаю, то есть организаторами была цель достигнута, чтобы поднять актуальный вопрос. И больше зависело от тех экспертов, которые принимали непосредственно участие в сессии. Дискуссия получилась жесткой, ну, жесткой в каком? Потому что были некие мнения, которые, то есть, оппонировали друг друга. И я думаю, что в этом-то и есть интерес. То есть, когда существует мнение, где существуют оппоненты друг с другом, здесь мы можем совместно находить точки соприкосновения. Это отражает ситуацию, как она выглядит сегодня, здесь и сейчас. То есть, именно через людей, через содержание, через контекст, который поддерживается реальными практиками. Поэтому, так как были на сессии представлены реальные практики, те, кто занимаются непосредственно деятельностью внутри индустрии, индустрии гостеприимства, индустрии питания, то, конечно, градус, который был поднят в виде вопросов и таких столкновений, мнения, они ситуацию все-таки отразили. И это и сказала, в принципе, аудитория. То, что ситуация была поднята, она понятна, она прозрачна с точки зрения, ну, через спикера. Ну, я считаю, поэтому цель достигнуть. Спасибо большое. Ну и подскажите, вы в ближайшее время собираетесь участвовать в новых сессиях? Коллеги, ну, мы как федерация участвуем на разных площадках. Мы только сегодня в один день участвуем в разных городах, в нескольких регионах, на разных абсолютно площадках, где стараемся то консолидированное мнение сообщества, профессионального отраслевого сообщества, которое уже сформировалось и полезно непосредственно для ребят-собственников бизнеса, для институтов развития, то есть для тех заинтересованных сторон, которые участвуют в формировании бизнеса. Я думаю, что у нас получается доносить, и мы, конечно, это часть работы сообщества, помимо нашей реальной, ну, как практической деятельности, которую мы ведем, мы вот сегодня делимся этим. Будут создаваться как бы площадки для дискуссий, которые делают организаторы. Они очень важны, потому что в этом поле коммуникации как раз и поднимается содержание, новое содержание, и это новое содержание будет дальше укладываться в какие-то практики, которые, конечно, мы будем видеть уже в конкретных продуктах и в бизнесах. Спасибо вам большое, Никита. Мы будем тогда ждать новых участий в новых практиках. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за сессию, и спасибо организаторам за приглашение. Приглашайте.